Заодно расскажете, почему уставной капитал такой небольшой. Забор, конечно, умиляет. Но только посмотрите, какое расстояние между домами. Чтобы как можно больше заработать денег, никто не подумал почему-то о комфорте будущих жителей. Еще на что обратил внимание, вот здесь почему-то очень низкий участок. Во дворе все просто забито машинами. Форест Эквелон, Модум, Нью Тайм. Где-то там протекает... Я вот, честно говоря, не понимаю, кто это покупает. Но вот здесь, например, уже видны проблемы. Здесь просто болото. В картотеке арбитражных дел инспекции ННН-застройщика найден в реестре массовых руководителей. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Форест Эквелон строит специализированный застройщик Норд Девелопмент с уставным капиталом в 25 тысяч рублей, с оборотом в 12 миллионов за 2020 год и двумя сотрудниками. Согласно данных налоговой инспекции, ННН-застройщика найден в реестре массовых руководителей. Застройщик входит в группу компании Эквелон. Так, у питерской организации Эквелон СПБ уставной капитал 27 тысяч рублей. Но даже не это страшно. После проверки организации налоговой инспекции принято решение об исключении организации из ЕГРЮ. А это значит, что в скором времени организации не будет. В картотеке арбитражных дел найдено две записи о банкротстве застройщика. Оба иска поданы налоговой инспекции по Санкт-Петербургу. Согласно данных налоговой инспекции, Эквелон СПБ оборот составил 143,5 миллионов рублей при двух работающих сотрудников. Основной вид деятельности Эквелон СПБ это подготовка к продаже своего недвижимого имущества. 174,2 миллиона рублей показал оборот специализированной застройщик Эквелон Северо-Запад за 2020 год с ноль сотрудниками в штате. А уставной капитал застройщика, согласно данных налоговой инспекции, 10 тысяч рублей. Оборот организации Эквелон Девелопмент за 2020 год составил 141,2 миллиона рублей с двумя сотрудниками в штате. Здесь, друзья, без комментариев. Если застройщик хочет пояснить и ответить на вышесказанные вопросы, я всегда открыт к общению. Друзья, всю эту информацию можно получить, зайдя на мой ресурс andreyaartemov.ru в сервисе проверки новостроек и вторичного жилья. Я для вас специально собрал все официальные ресурсы для того, чтобы можно было проверить недвижимость и безопасно ее продать либо приобрести. А если нужна помощь, звоните, пишите в WhatsApp, Telegram и остальные мессенджеры. Дальше я не стал просто смотреть по организациям застройщика, чтобы не расстроиться окончательно в застройщике, не расстроиться в нашей системе. Когда при работающем в штате ноль человек, оборот превысил 174 миллиона рублей. Друзья, подпишитесь на канал. Такого вам риэлторы не расскажут. Каждый застройщик публикует фото и видео о ходе строительства в своих комплексах. Ну вот, я взял и посмотрел, что опубликовал застройщик. На этом фото. Обратите внимание наверх стен и потолка. Ощущение, что снежная королева прошла. На этом фото видно прилегание утеплителя к фасаду. И как внизу просто заткнули кусками места стыков. Да и здесь, видя открытую часть фасада с утеплителем, создалось впечатление качественно проделанной работе. После увиденных фото и зачета застройщика я честно под впечатлением. А вы? Квартиры в жилом комплексе «Форест Аквилон» представлены от студий до трехкомнатных квартир. На сегодняшний день однокомнатную квартиру можно приобрести от 6 миллионов 900 тысяч рублей в белой отделке. А за дополнительные деньги можно приобрести квартиру и под ключ. В жилом комплексе «Ариоста» однокомнатная квартира стоит от 9 миллионов 700 тысяч рублей. В жилом комплексе «Нью Тайм» однокомнатная квартира стоит от 6 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом квартале «Модум» однокомнатная квартира вам обойдется от 8 миллионов 900 тысяч рублей. В жилом комплексе «Полис Приморский» однокомнатная квартира обойдется от 7 миллионов 100 тысяч рублей. «Полис Приморский 2» от 6 миллионов 400 тысяч рублей. В жилом комплексе «Форест Аквилон» будет 2162 квартиры. Студии и однокомнатные квартиры занимают почти 85% от общего числа квартир. Зато класс энергоэффективности заявлен как А+. Комплекс считается комфорт-классом с высотой потолка в 2 метра 72 сантиметра. Парковочных мест в подземном паркинге будет всего 375 машиномест. Зато будут кладовки от 213 тысяч рублей. Про детские сады, школы, транспортную доступность я рассказал в своем видео про жилой комплекс Ариоста. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Обязательно пройдите и посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, жилой комплекс «Форест Аквилон». Жилой комплекс «Нью Тайм». Здесь просто болото. Соответственно, здесь какие-то проблемы с леневкой. Здесь зеленая зона, из нее просто здесь превратилась каша. Да, понятно, что к «Форест Аквилон» это никаким образом не относится. Но мы сейчас здесь пройдем, друзья, и с вами все внимательно посмотрим. На стройке, понятно, есть грязь. Это нормально, потому что это строительная площадка. В итоге, когда доделаю, то должно быть все чисто и хорошо. Видны рабочие. Красавчики какие, молодцы. Ну вот здесь, например, уже видны проблемы. Вот прямо в центре кадра, вот здесь. Обратите внимание, какой красивый ровный угол. Не могли поровнее сделать. И вот здесь я такие же вижу места. То есть где-то что-то немножечко сделали кривовато. Вообще, если говорить про этот район, я вот, честно говоря, не понимаю, кто это покупает. Может, конечно, кому-то нравится. Вот смотрите, солнце светит, а его здесь просто нет. Потому что все застроено домами. Расстояние, наверное, там 25-30 метров. И все находится в машинах. Это просто какой-то кошмар. Машины, парковки нет, зеленой зоны как таковой нет. Спасибо, что хотя бы здесь открылся магазин магнитов, в котором можно приобрести еду. Да, даже заходить сюда можно не заходить. Прямо отсюда все видно. Но хочется, конечно, пройти. Сейчас посмотрим, где есть проход, чтобы зайти. И посмотрите, есть в соседнем комплекте аптека. Это большой плюс. Очереди не видно. Никто ничего не разбирает. Биотуалеты для рабочих. Ну, вот здесь, если посмотреть, темные пятна видны. Сейчас увеличу камеру. Как раз вот, видите. А это у нас керамические блоки. И это не очень-то хорошо. То есть где-то там протекает, проходит влага. А керамика, к сожалению, это не очень любит. Вот на окнах такие же моменты видны. Но зато идет стройка. Работают иностранные специалисты в большом количестве. Застройщик написал в своей рекламе. Там что-то, что типа будете просыпаться от пения птиц, там дыхать свежий воздух. Но я вот здесь иду, здесь шум. Будет шум от када. И вместо свежего воздуха здесь одна загазованность. Потому что огромное количество машин, огромное количество жилых комплексов. И, конечно, вот зачем-то взяли, просто испортили место. И при этом вот с этой улицы бедной планерной будет очень проблематично в дальнейшем выезжать и, соответственно, заезжать. Обратите внимание, все просто, все в новостройках. Дом стоит на доме. Вот у меня как-то здесь себя не очень хорошо чувствует. Потому что как-то хочется простора. А здесь, к сожалению, его, друзья, просто нет. Форест Эквелон, Модум, Нью Тайм. Вы только обратите свое внимание, как все просто взяли и натыкали. Другого слова нет. Раз здесь нахожу, я решил как раз пока вот туда непонятно, как пройти, зашел Нью Тайм. Смотрите. Здесь сняли вентфасад. Тут уже ворот просто чести нет. Такое ощущение, что кто-то взял и сбил. Во дворе все просто забито машинами. Здесь идет стройка. Ну, все как-то это, знаете, так не очень. Бедное деревце. Не знаю, померло или нет. С такой снежной зимой. Дворы просто пустые. Здесь просто ничего нет. Детская площадка сделана. Хочется сказать правильное слово, но нельзя, к сожалению, это говорить в видео. Входные группы. Видны кляймеры. Достаточно кривовато. Все открыто. Здесь видите, какая щель. Здесь выдрали уже все или просто не было. Ладно, здесь можно вытереть ноги. Здравствуйте. Здесь впереди тоже. Закрываются двери. И у нас здесь пошли нумерации квартир. Почтовые ящики обычные. Но зато есть стеклышки. Сразу видно, есть квитанция, спам или что-то другое. Здесь входная группа достаточно смотрится прикольно. Если бы еще сняли с лифта вот эту временную пленку. Название комплекса. Этажность. И нумерация квартир. Вызываем лифт и едем на последний этаж. Тринадцатый этаж. Лифты отис. Регенерация энергии. Делают в Питере. Зашили все ОСБ. Все уже давно разрисовано, расписано. Был бы красивый баннер. Или какой-нибудь пластик белого цвета. Смотрелось бы более лучше, чем есть сейчас. Такое ощущение, что зашел в вагончик. Об этом я очень часто говорю. Но здесь реально такое ощущение. Зашел в обычный строительный вагон. При этом, кстати, когда разошвутся. Смотрите, лифт такой приятный. Очень обшивка. Едет хорошо, тихо. Вообще, уйти снар молодцы. Лифт еще разговаривает. Выходим. Тринадцатый этаж. Слушайте, отделка достаточно симпатична. Не сказать, что здесь что-то такое плохо. Места не так-то много. Но навряд ли оно здесь и больше нужно. Здесь ограничитель. Плиточка смотрится. Смотрится очень приятно. Дверь стеклянная. Тоже все неплохо. Что здесь только. Какие-то такие моменты непонятные. Ну, слушайте, здесь все хорошо, друзья. Широкий коридор. Посторонних запахов нет. Вот здесь, похоже, водичка подливалась. Оржавчина пошла. Забрала. Ну, так. Ну, терпимо, в принципе. Дверь от застройщика. Не видно, чтобы кто-то их заменил. Нумерация квартир. Недорогие звонки. Знаете, вот такое ощущение, что нужно фотографию поставить. Либо написать, как тебя зовут. И вообще, такое ощущение, что просится немножко вот так, чтобы его повернули. Два замка, глазок. Небольшое количество квартир. О, одну дверь заменили. Ну, да, вот здесь, если бы герметиком прошлись, было бы лучше. Давайте с вами выйдем, посмотрим, что с лестничными маршами в этом комплексе. Кстати, прикольно плитку сделали. Такой указатель в виде стрелки. Я, честно говоря, думал, что будет хуже. Но дверь, кстати, заедает. Что-то здесь с фурнитурой не так. Ну, здесь я все как и люблю. Никаких дурацких переходных балконов. Плохо отмыто. Грязь. Немножко краски наляпали. Но, в принципе, в целом, чуть лучше, чем у большинства других застройщиков. Ну, вот, конечно, вот такие, когда, знаете, смотришь, что... Могли бы обернуть, чтобы не спачкали, или потом это все смонтировать. Ну, вот, видите, вид, конечно, здесь такой не очень приятный. Попробуем пройти все-таки в форест. Еще на что обратил внимание. Вот здесь почему-то очень низкий участок. Дорога, обратите внимание, вот по машинам она на порядок выше, а там еще ниже участок. Если он останется в таком же уровне, скорее всего, он будет такой, потому что первый этаж ниже, чем здесь. То, конечно, при такой зиме весь снег, соответственно, вся влага от этого снега будет как раз вот туда идти. Да, знаете, вот так натыкали дом на доме, чтобы как можно больше заработать денег. Никто не подумал почему-то о комфорте будущих жителей. Но люди покупают квартиры, и пока мы с вами будем приобретать невнимательно, рассматривая проекты, не проверяя, несмотря на застройщика, веря картинкам и то, что нам говорят менеджеры в отделе продаж, к сожалению, все так и будет. Ну, а только посмотрите, какое расстояние между домами. Конечно, вот в этих углах оно просто здесь минимально. Вот здесь отсюда хорошо видно. Вот видите, уровень дороги, дом ниже. И здесь, видите, как вниз идет дорога, то есть получается дом еще ниже, чем вот этот. Ну и понятно, что с высокой дороги влага будет, вода стекать в одну, в другую сторону. Забор, конечно, умиляет, знаете, такое ощущение, что вы сделали из того, что было. Собрали со всех строек своих старое помятое железо и приколотили его. Вот здесь мы видим лес, березки, сосны. И вот кольцевая дорога пошла, вот она видна. Вот видите, Полоузка, это все кольцо. Вот стоишь, вот когда машина здесь, знаете, такой гул стоит. То есть слышишь, что они едут. То есть тишины здесь не будет, будет постоянный гул. Понятно, что человек, мы ко всему привыкаем. Конечно, через какое-то время ты вообще не будешь это замечать. Но птички поют. Что правда, то правда. Птички поют, но услышите ли вы их через закрытое окно? Думаю, навряд ли. Застройщик хорошо закрылся в устройку, чтобы, не дай бог, туда никто внутрь не зашел. Вот здесь, да, видите, значит, получается монолит серого цвета. К нему прикрепляют базальтовый утеплитель, направляя, после базальтового утеплителя ветрозащита, направляющая и, соответственно, сам этот винтфасад. Ну, вот здесь мы видим, что утеплителя нет, не знаю, будет или нет. И сама ветрозащита, знаете, такое ощущение, что она уже давно порвалась, отвалилась и просто так висит. Вот, не знаю, зашьют это так, либо все-таки сделают хорошо. Ставьте ставки. Вот он, жилой комплекс Ариоста. Конечно, издалека смотрится очень красиво фасад. Главное, не рассматривать его вблизи. Вот мы с вами как раз пролетаем и как раз с высоты, где чуть выше, человек где-то не видит, очень хорошо видно качество и как ровно смонтировали навесной фасад в жилом комплексе Ариоста. Ах, красота-то какая! Положит, надеюсь, когда-нибудь вместо тряпочки. Еще что-то, заходим в Ариоста, посмотрим пока его. Там, видите, в углу просто дырка. Тут почему-то у них затирки, видите, не хватило. Я не знаю, почему они так всегда косячат, но первое впечатление, если не обращать внимания на уголки и все остальное, конечно, оно достаточно положительное. Но здесь должна быть, по идее, сетка, которой нет. Само освещение, название, то есть, в принципе, концепция достаточно интересная, придумана прикольно, но реализована. Вот так, видите, потеки какие-то сверлили, что ли, потекло. Почтовые ящики. Вот, помню, в прошлый раз тоже говорил, видите, у них части есть логотипа жилого комплекса. Блин, без него бы смотрелось лучше. А так вот, ну, некоторые цифры, ну, четверка, например, да, не так смотрится хорошо, как все остальные. Вот, темнота друг молодежи. Широченные двери. Они будут всегда открыты, потому что это удобно, зачем ставили, непонятно. Ну, а здесь уже сразу можно обратить внимание, как могли бы уголок какой-то поставить. Но, видите, его почему-то здесь нет. А он был, приклеили, но, видно, что-то пошло не так. Уголок, конечно, смотрится кремненько и совсем-совсем недорого. Пониженный параметр ГВС. Ну, нормально, да. Затопление платим по полной, а предоставлять будет пониженное. Давайте здесь тоже поднимемся на последний этаж. 12-й этаж. Здрасте. Фасад, кстати, тот, кто-то уже объел. О, отсюда с высоты прекрасно видна вся стройка. Выбили, закрыли вот так. Господи, страх-то какой. Ну, вот видите, да, вот эти металлические граждающие конструкции, заставляют желать лучшего, но красили бы, сразу бы их покрасили бы в цвет стен. Ну, конечно, аккуратности очень мало. А с петлями все то же самое, просто трындец какой-то. Как солнышко-то светит. Ну, вот здесь тоже можно обратить внимание на углы, что криво сделано. И снизу, конечно, этого не видно, но когда поднимаешься, это видно. Видно, что криво сделано, что по горизонтали. Давайте увеличиваю камеру. Вот видите, да, какие стыки. Должно быть, по идее, все нормально, все одинаково, все ровно. Но здесь, к сожалению, все не так. То ли сам материал, то ли специалисты такие, то ли еще что-то. Ну, там, видите, тоже какие-то соединения закрыты, там прорезаны. Ну, блин, смотрится все немножечко не так, как это нарисовано у застройщика на картинке. Двенадцатый этаж. Остатки. Черт, непонятно вообще, чем. Ну, да, разруха какая-то. Ремонт тоже вовсю идут. Мало, кстати, квартир. Раз, два, три. Добрый вечер! Добрый вечер. А, и здесь немножко. И сразу отмечу высота потолка. Здесь сразу чувствуется за три метра. Кстати, прикольно смотрятся светлые стены с темной обшивкой дверей. Двери широченные. Аху-то как! А можно зайти посмотреть? Это от застройщика ремонт? При входе плитка. Слушайте, смоется красиво. Двери недорогие. Но симпотные обои под окраску. Да, уже окрашены. Автомату. Плитка классная. Ламинат. Вот здесь такая небольшая терраска. Слушайте, прикольно очень. С ржавыми элементами. Вот отсюда многообразие. Но здесь обратите внимание, да, вот просто какое расстояние. Там будет темно, будет постоянно у людей темно. Но очень жаль, что я сюда не смог пройти. Уважаемый застройщик, знаю, что вы точно смотрите. Наберите, давайте. Приду, посмотрю. Заодно расскажете, почему уставной капитал такой небольшой. Почему он на иски от налоговой на банкротство постоянно подает. Ну, периодически. Два раза уже, да. Как-то такие не очень-то приятные моменты. А вот, похоже, как раз это эко-тропа, по которой можно пройти в заповедник. Давайте вместе пройдем, прогуляемся. Посмотрим, вообще можно ли здесь пройти. Вижу, что здесь так хорошо натоптали. Темно, сразу видно, куда идти. Главное, чтобы из леса не вышел медведь. Очень отчетливо и хорошо слышен шум ЗСД. Не так давно, в прошлом году, как раз открыли заезд на ЗСД. Но не забывайте, что заезд бесплатный, а съезд платный. Да, друзья, слушайте, не обманули. Это очень радует. Привет, красавчик. Ты чего боишься? Не бойся. А вот и заказник. Слушайте, ну... Получается, если смотреть, вот от крайнего дома, да, 10, наверное, 3 минуты. Очень быстро. И мы можем попасть как раз в жилой комплекс Юнталова. Обзоры есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok